Всем привет, ребята! Вы на канале Тимур Экс 2, и сегодня я вхожу в прямой эфир. Так-так-так-так-так... Вот каждый раз, когда я вижу своих друзей, я всё больше новых фактов, ну, интересных вещей о них узнаю. Реально вскоре я понимаю вообще, как такое возможно, как... Как? Они такое делают, либо... Бывает ли такое, что вот страдать фигнёй — это весело? А, да, это весело, и так, что я сейчас говорю? Ну, короче, тема у нас сегодня. Какие интересные факты? Ну, короче, что вы знаете о своих друзьях? Поэтому тот, кто хочет со мной поболтать, пишет «Хочу» в прямой эфир, чтобы я вздобыл... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Тополя... Можно я... Можно... Ку-нечно... привет как дела нормально привет привет что ты знаешь о своих друзьях я многое знаю о своих друзьях много чего знаю например ну они веселые дружелюбные как говоришь много знаешь хоть преувеличиваешь совсем как я например знаю интересный факт как любит мой друг олег страдать фигней от чего он когда ему скучно например в школе когда мы еще были перед карантином он так часто часто здесь делать когда скучно у нас вот доска есть зеленая она висит можно сказать на стене и там есть такой пол он бетонный значит холодный и короче он длиной где-то был если вот так по доске где-то метра пять но прокатился метров три короче он ложится на пол берет свои ноги ставит в треугольное положение и раздвигает их как улитка ездит с таким лицом а у тебя примерно сколько ну много на 100 точно есть не имею 100 рублей а у тебя сколько много-много-много-много-много больше ста можно сказать а то я приставлю типа много-много больше больше одного не смешно говоришь-то забей больше 100 друзей значит как у меня понятно что интересного какой фигней ты страдаешь во время карантина если ты вообще страдаешь скучно все очень скучно выхожу выхожу прямо эфир а у меня блин у нас два человека же ведут канал и мы сами находим прямой эфир и там какие-то нас у нас подписчики есть и они заходят с нами прямой эфир но если скучно конечно вот так я делаю но иногда очень скучно даже прямой эфир не нужен ничто не нужен вообще очень скучно мне когда скучно я рисую хоть и эти все рисунки у меня они не за то что скучно было вот например тесла кибертрак вот вот это было когда мне не было скучно вот это я просто кибертрак захотела порисовать а модуль нам просто задали сделать объявление и к нему можно было рисунок нарисовать а вот например там это фара а у тебя в чате пишут не скучно я гулять хожу я гулять хожу я тоже вот по два часа хожу гулять каждый день я я тоже хочу гулять потому что без гуляньки вообще будет мы умрем скуки да вот я не представляю даже на балконе скучно если ты там все окна открыл хоть и воздух но скучно ну хоть ты можешь если в соседнем доме живет друг орать вот так через окно друг другу эй привет закрываешь окно он такой открывает чё надо а ты видел каких-то блогеров вот так делает берут фен когда у тебя коронавирус в городе берут фен я сейчас вернусь и себе делают прическу берут фен они надевают маску и когда у них день рождения вот так берут фен и надувает свечи феном видел нет когда у тебя карантин говорят коронавирус но я видел еще мем но он не про коронавирус такой новенький но там уже и много начали его плагиатить даже в gta 5 появился мод на него например если ты умираешь либо если тебе так сделали то берут стоят такие челики в черном с гробиком танцуют ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля а ты каких блогеров смотришь на в youtube или вообще смотришь руки ну чаще всего я смотрю даже не знаю кого потому что просто ролики ну так я часто смотрю пози а так я играю больше наверно в критика лобс тридцать первого мая двадцать три да 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 но это не в двадцать три пятьдесят девять пятьдесят девять а в 00 когда только будет 00 35 это правда надо открывать окно и орать летом в 23 песня ой пятьдесят девять нужно подготовиться а в 00 00 уже выйти и ну либо можно просто окно открыть ура летом все выходим и такие пум 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 вообще что ты планируешь летом если к этот коронавирус закончится ну конечно я так хотел на кружки ходить например на картин на программирование и на диджей ты на пляж не хочешь но вообще не знаю ну вот в прошлом году когда я приехал к бабушке у нас не получалось поехать на море а в позы прошлом году все получалось надеюсь в этом году все получится но не очень уверен а я так у нас пляжи на живо называют это на крыше торгового центра есть красиво или море но у нас есть киевское море и есть река днепр но море это не вот такое это как водохранилище а я мечтаю побывать я тоже понимаю тебя у вас я знаю не знаю что не круто не круто не круто я уже спрашиваю знаю знаешь да я его не смотрю а с какими блогерами ты встречался или встречалась один встречался ну например у меня в школе учится картонка ну короче это у нас там популярный блогер ну еще там например сколько то есть я раз пять встречался но первый раз это было так прикольно так бы мы бы просто не заметили у меня день рождения мы в развлекательном центре мы уже уходим и резко такая моя подруга кричит тимур здесь boys and toys у boys boys and toys вообще учатся в школе или они на дистанционке всегда в школе конечно это просто вот смотри например можно летом либо на выходных вот за один день снять по три по четыре ролика или даже летом можно наснимать сколько сто роликов и потом тебе хватит на пару месяцев или может даже на полгода чтобы их просто вылаживать летом наверное мы по миллион видео по каждый день будем снимать а если одна секунда не не получится в одном дне больше чем ой меньше чем миллиард и чем миллион меньше секунд или блин я не знаю надо посмотреть сколько в дне секунд ну если так сделать одно видео по одной секунде о смотри ferrara daniel 89 написал привет у нас вижу через блин кто это я за 4 встретился то ладно я думаю монтаж занимает один день ну он занимает не один день по крайней мере ролики на первый геймер во вселенной я монтирую очень легко и очень быстро максимум там полчасика минут сорок уже минут или один часик примерно но не один день точно но бывает какие-то ну например если на время отложить если нету времени то можно один день да понятно ну давай тогда пока давай пока пока хорошего вечера да кто хочет со мной поболтать пишет хочу прямой эфир чтобы я вас добавил потому что я вот хочу болтать на карантине скучно и даже просто иногда бывает скучно и просто хочется с кем-то поразговаривать так вот добавляю опять рому давай 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 быстрее быстрее здорово как дела нормально у тебя у меня а чё ты такой грустный карантин понятно ну так вот 31 мая в 00 открываем окно в реммлетом а меня видно нет так а так видно ну чем ты занимаешься на карантине ну ухожу гулять делаю уроки ну короче главное это то что вот представь если все мембра то что 31 мая в 00 все открываем окно и орем лето представь если где-то миллиард человек или вся страна заорет я представляю ну а я не в окно я выйду на улицу нет вот например лето все орем все выходят на улицу дома тусуются потом на следующий день все на улице и дрыхнут вот такие вот потому что так забыли из-за того что лето ключи от дома а я летом если не будет этого карантина я пойду где-то отдыхать классненько только вот на карантине самое плохое то то что вот по крайней мере у нас в Киеве типа по паркам запрещено ходить а по улицам можно в парке всегда меньше в два раза людей чем на улице так в чем был смысл делать такой закон ну не знаю а у нас совсем нельзя выходить на улицу а то штраф будет очень большой ну у нас штрафы не дают никогда вот еще нет ни одного человека в Киеве мне кажется которого штрафовали ну у нас штраф по 17 тысяч ну у нас тоже по крайней мере мой папа когда он ходил в парк и там ему рассказали полицейские то что они можно сказать всех ходят пугают они на самом деле штрафы не дают ну у нас например я живу в селе и и у нас здесь очень большие штрафы и уже не одному дали опача вот это поворот я уже так соскучился за друзьями из школы одноклассник да вот даже когда я смотрел урганта ну это такая передача то там было такое сообщение голосовое от ребенка я вот так хочу в школу я так соскучился я не знаю если этот карантин закончится и я пойду в школу то мое настроение будет таким когда никогда не было в школе я буду хоть вот так шагом маршить и с улыбкой пойду в школу буду орать и все такое это мне кажется каждый человек так сделает который скучает ну а нам дают больше домашки чем в школе нам по каждому часу загоняют контрольные практичные лабораторные с биологией с географией а у нас это такие приколы то что у нас онлайн уроки и мы созваниваем все ну по крайней мере у нас в третьем классе у меня домашку там задают по два максимум три номера ну а нам по как минимум восемь блин не повезло я только что осознала то что буквально через два года у меня будет то же самое ну география биология у меня сейчас мозг взорвется сколько у вас уроков в день по семь шесть нет шесть только раз в неделю что шесть только раз в неделю а мы представим шесть давай шесть на восемь сорок сорок восемь номеров да вам в неделю задают ну да еще и физкультура это хорошо да а что вы играете на физкультуре когда в школе когда в школе или просто да в школе в школе в школе ну мы там разминаемся потом играем можем в футбол можем в хоккей можем во что-то другое в хоккей ну короче мы просто бегаем нам дают клюшку и специальный мяч просто бегаем а я думал у вас там есть каток нет хоть у нас сколько два три спортзала но катка нету лучше бы мне нам говорили кажется что типа у нас будет бассейн но нет лучше бы сделали бы два спортзала и одного бы не было бы но зато бассейн был ведь бассейн это важно ну да это круто если есть бассейн ну а у нас в школе только один спортзал и два стадиона у нас ну не знаю у нас одно поле футбольное ну оно островоискусственное а второе это у нас просто там большая территория из антискользящего из антискользящего покрытия и там стоят например две лавочки сбоку и две лавочки с другого бока мы так всегда играем в футбол а ты знаешь играть в волейбол або баскетбол в баскетбол я умею играть в волейбол чуть-чуть но лучше я волейбол и футбол очень хорошо знаю играть прям можно сказать профи всего играю в футбол и баскетбол мы баскетбол в школе еще ну так не играем только попадали в кольцо мы тоже мы тоже это у нас там кажется говорили то что шестого класса будет ну а нам говорили что с восьмого девятых тогда я не вижу смысла просто три года проиграть в баскетбол лучше бы пять лет хотя бы ну да а ты знаешь мне вот папа рассказал такой секрет про баскетболистов это что они на самом деле не какие-то там раньше были популярные это просто обычные чуваки в школе какие-то их просто вот например спрашивали когда они еще учились в школе хотите поиграть в нашей команде по баскетболу да конечно и вот они теперь ну это они проходили долго тренировки ну может это просто вот школьный баскетбол вырос в NBA ну да а у тебя есть домашняя тваринка только живая нету но хотелось бы собаку ну это прибирать воду ваты но я готов я тоже так говорил и? и ну не очень в икон а у тебя есть собака? ну да у меня есть очень огромная и очень малая две собаки классные ну да одна она породистая а вторая? а вторая ну это как просто мы взяли а я хочу себе лабрадора ротвиллера золотистого краткошечного ну да я я смотрю твой каждый эфир и я уже слышал эх почему я повторяю это 25 миллиардов семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто девять раз понятно ну давай тогда пока ну ладно пока пока сейчас ребята я добавляю последнего счастливчика который попадет ко мне в мой эфир но перед этим я лишь вам хочу сказать то что мне это очень нужна сейчас чего так сейчас я протупил немножко ну у каждого бывает когда кто-то не считал ничего не понятно ну короче главное фух подписывайтесь на мой геймерский канал первый геймер во вселенной на канал тимуррекс2 и на инстаграм тимуррекс2 поэтому начинаем продолжаем точнее так привет как дела? хорошо меня тоже фу что ты знаешь о своих друзьях? очень много и я знаю что некоторые вот некоторые не любят колбасу некоторые не любят огурцы боже мой меня например это 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 пойми это еще не то по сравнению с моими это еще не минус по сравнению с моими друзьями у меня есть друг Петя он не любит торт торты он не любит торты он не любит сладкое это раз я тоже а у меня есть друг его за блин удалился ну давайте я вам так расскажу его зовут Олег и он не любит кататься на велосипеде но он и не умеет ну короче ребята всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока